Норильск Я скажу вам откровенно, что для всех, кто приезжает из Красноярска, должностных лиц, и у меня тоже, какое-то особое настроение в эти дни. И поздравления компании, поздравления наречан, это не только почетная обязанность, но это доставляет еще чисто человеческое удовольствие, когда действительно два праздника, День Металлурга и очередная дата со дня рождения этого сложного, но действительно особенного и замечательного города. Министерских грамот сегодня удостоились шесть человек. Один наречанин получил награду от полномочного представителя президента в Северском федеральном округе. Член Совета Федерации и Федерального собрания вручил шесть наград. Семь особо отличившихся норильчан получили губернаторские награды. Еще 12 грамоты ЗАГС Собрания, 40 норильчан получили награды от градообразующего предприятия, муниципалитета, Таймырского муниципального района и Норильского городского совета депутатов. Сразу после церемонии во Дворце культуры представительская делегация отправилась на площадь памяти героев. Там руководство региона, Таймырского района, представители города и компании возложили цветы к вечному огню и осмотрели прилегающую территорию. С улицы Севастопольской делегация переехала на Голгофу. Там тоже прошла церемония возложения цветов. Отмечу, график официальных мероприятий сегодня очень насыщенный. В 4 часа дня в музее награждали работников городских предприятий. Среди тех, чей труд был отмечен в юбилейный для Норильска год, был и теперь уже почетный гражданин, экс-мэр Норильска Сергей Шмаков. Я говорю спасибо руководителям администрации, начальникам управления, муниципальным служащим, силовикам, которые делали все возможное, а порой и невозможное, для того, чтобы жизнь наличия была еще более комфортна. Спасибо, Ринат Вячеславович. Норильчане по праву могут гордиться своим городом. Норильчане заслуживают только самых теплых и искренних слов за свое преданность дела, за свой профессионализм, с которым они вершат дела в нашем любимом городе. Но главное нужно помнить, что город это люди, а люди в Норильске это богатство. Поэтому любите свой город и всех с праздником. Сегодня в Норильске работает и Раиса Кармазина. Депутат Госдумы встретилась с журналистами. В ходе брифинга Раиса Кармазина рассказала о предстоящих изменениях в пенсионном законодательстве, о возможном снижении ипотечных ставок, дачной амнистии. Беседа длилась около часа и почти 40 минут было посвящено пенсионной теме. Особое внимание депутат уделила пенсионному возрасту рабочих, занятых на вредных производствах. Бюджет пенсионного фонда. Хочу официально заявить, все вредное производство, первый список, второй список, есть закрытые списки, как было, так и осталось. Все требования сохранены. То есть, если женщина по первому списку у нас работает, выработала достаточный стаж для назначения пенсии, выработала страховой стаж, она как уходила в 40 лет, она так и будет уходить. Значит, мужчина в 45 лет, это остается. Норильчане попробуют вкусы мира. Сегодня в рамках празднования юбилея города на Советской 5 открылась ежегодная продовольственная ярмарка. В течение трех дней все желающие смогут продегустировать и приобрести товары местных кондитеров, хлебопеков, производителей мясных и колбасных изделий. По торговым рядам прошлась Елена Степаненко. Ярмарка открывается, праздничное веселье начинается! С шутками и прибаутками продовольственный базар открыла главное героиня мероприятия – широкая ярмарка. Свою продукцию представляют 10 местных производителей. Прежде чем купить, можно продегустировать. Очень даже весьма-весьма хорошая продукция, действительно. У меня вот знакомые сейчас уезжают в материк, говорят, что мы будем делать? Там на материке мы привыкли уже к этой продукции, да? А чем мы там будем есть? Молочная продукция, мясные и рыбные деликатесы – полуфабрикаты. От разнообразия яств разбегаются глаза. Хотелось бы побольше, чтобы было продукции побольше. В прошлом году побольше было. И торты были представлены, этого нет. Как-то печально, сладенького нет. Вместо тортиков – на сладенькое мед. И вкусно, и полезно. Мед у нас вкусный. Мед у нас алтайский, сочинский, белгородский. У нас чаи краснодарские, черные, зеленые, чаи всякие с мятой. Кроме уже знакомых товаров, покупателям предлагают новинки. Например, медальоны из кальмара с лососем и овощами от известного местного предприятия. Это очень интересный продукт. Он готовится в полуфабрикате. Здесь, непосредственно на ярмарке, он доводится до готового продукта и продается. В магазинах розничной сети они представлены в полуфабрикатах, замороженном виде. Хлебом с солью на ярмарке встретили почетных гостей в Рио губернатора Красноярского края и главу Норильска. Можно, конечно, юколо из рыбы. Можно такое сделать? Почему нельзя? Привезти туда? Ну, правда, мороженую рыбу туда везти, чтобы строгани, ну, конечно, трудно. Почему? У нас же есть различные рыбные снеки. Рыбные палочки, юколо. Мы же там... В субботу «Вкусы мира» раскроют предприятия рабочего и школьного питания. Пекарни и куринарии. В воскресенье устроят праздник для мясоедов. Основными блюдами станут чебуреки и шашлык. 14 и 15 июля ярмарка будет работать с полудня до 8 вечера. Елена Типаненко, Сергей Карпов, Вести, Норильск. Мы прервемся. Ровно на одну минуту увидимся сразу после прогноза погоды. Оставайтесь с нами. Информацию о погоде представляет сеть строительных магазинов «Арбат Мегаполис Проект». Низкие цены каждый день. Глобальное снижение цен. У нас полные сплоды. Мы снижили цены на 5000 позиций. Приходите и убедитесь сами. «Арбат», «Толнахская-10», «Мегаполис», «Лауреатов-41». Проект «Энергетическая-25». 14 июля в Норильске переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9 градусов. И днем 16-18 градусов выше 0. Вы смотрите «Вести Норильск». Продолжаем выпуск. Норильск становится ярче. Совсем скоро горожане смогут оценить красочное преображение. Фасад детской школы искусств просто не узнать. А на дорогах можно будет увидеть библиобус. В зале регистрации аэропорта сегодня открылась выставка детских рисунков. Все это наглядный результат проекта «Добавь городу красок-2018». Александра Молодцова расскажет подробнее. Библиобус привлекает внимание. Его украшают вот такие яркие книги на книжной полке. Конечно, страницы из самих книг, детских книг о природе. Хочется остановиться и почитать. Библиобус отправится в свой первый рейс уже на следующей неделе. Василий Вурсал настоящий мастер оклейки транспорта винилом. Технология отработана до мелочей. На всю работу уходит два дня. Прежде чем клеить поверхность, нужно отлыть до скрипящей чистоты. Чтобы не было пузырей, пленку прогревают промышленным феном. Василий дружит с проектом «Добавь городу красок» уже пять лет. Отмечает, с библиобусом пришлось повозиться. Здесь много сложных деталей, которые требуют большего времени. Потому что автобус, он по большому счету, ну ровненький весь. Библиобус – это не единственный подарок юбилею города. Вот обновленный фасад Норильской детской художественной школы. Красной нитью проходит тема лета. Цветущие жарки обрамляют дверь, а северные ягоды – окна кабинетов. Куратор проекта Светлана Лагунова рассказывает, объект выбрали не случайно. Выбрать фасад художки в качестве холста попросили учащиеся и преподаватели. Они видели те объекты, которые уже присутствуют в городе. Им хотелось, чтобы их здание тоже было красивым. К тому же у детской художественной школы был юбилей, юбилей города. И поэтому вот как-то так все совпало, что компания делает подарок городу и вот конкретно детской художественной школы. Фирма «Северная столица» приступила к работам 30 июня. 1200 квадратных метров фасада прогрунтовали и раскрасили за две недели. Выбрали стиль граффити. Быстрота в исполнении в сочетании с яркостью. Фасад детской больницы – тоже творчество художников из Санкт-Петербурга. Краска для граффити обладает очень хорошими свойствами. То есть она держится в любую погоду. И холод, и жара, как бы ей ни почем. Перед этим фасад был хорошо подготовлен, прогрунтован. То есть мне кажется, очень хорошо постоит эта наша работа. Торжественная презентация обновленного фасада пройдет уже после праздников. И еще один сюрприз от «Добавь городу красок» ждет морильчан и гостей города в здании аэропорта. Там открылась яркая выставка детских рисунков. Она будет украшать зал регистрации до зимы. Александра Молодцова, Евгений Жуков, Сергей Карпов. Вести. Норильск. Завтра на «Советской 9» откроется город детства, город мастеров. В молодежном центре заканчиваются последние приготовления к празднованию юбилея Норильска. В субботу и воскресенье на «Советской 9» будут ждать самых юных норильчан. С подробностями Екатерина Луцев. Пять этажей интерактива и десятки развлекательных площадок. Готовность номер один. Практически все зоны уже оборудованы, остались мелкие штрихи. Первый этаж – штантоморезки для ярких фото, детский мини-городок и буфет. На втором – картонное царство. Детский лабиринт станет настоящим приключением для юных норильчан. На третьем этаже – музейная продленка и большая зона мейкеров. Московские специалисты научат норильчан 3D-рисованию. Приезжает к нам старт наука. Будут они проводить здесь очень интересные мастер-классы. Это и рисование на цветах, и конструктор с микросхемами, и морские узлы. Может быть, это уже более такое обыденное. Но, тем не менее, я считаю, что будет 7 площадок с мастер-классами, очень много интересного. Что-то можно будет унести с собой. Там на некоторых площадках, где не предусмотрено, забирать с собой поделки, скажем так, будут небольшие сувениры. Это всегда приятно. Я думаю, что стоит прийти и попробовать. И это далеко не все. Арбузная вечеринка, мир сказок, фотозоны, тематические экспозиции, мастер-классы, настольные игры коренных малочисленных народов Севера, катание на лошадках, интеллектуальные турниры, квесты, мастерские, твистинг и показ детских мультфильмов. В 15 часов откроется мастерская кукол. Дети сами их изготовят и даже поставят мини-спектакль. Для особо активных малышей большая стройка, мягкие модули, сухой бассейн и лабиринт. Вход для всех желающих свободный. Единственное ограничение – в обуви находиться на площадке запрещено. Начнет работать площадка с 3 часов и в 3 часа на спортивной площадке молодежного центра будет работать у нас приглашенная клоун-группа «Чудаки», где будет показано два спектакля. Между ними будет небольшой перерыв, где гости из вот этой клоун-группы будут проводить разные активности с ребятами. Цирк «Чудаков» и бал «Насекомых» развернется на площадке за молодежным центром. Если кто-то не успеет насладиться выступлением «Москвичей» в субботу, в воскресенье еще один спектакль, но уже на стадионе «Заполярник». А в субботу и в воскресенье выступления «Чудаков» можно будет увидеть в Толнахе и Кыркане. Попасть в город детства «Город мастеров» можно будет в субботу с 15 до 19 часов и в воскресенье с 13 до 17. Екатерина Луцев, Андрей Казак, Вести, Норильск. Отмечу завтра на телеканале «Россия-24». В 17 часов выйдет большой специальный репортаж о праздновании юбилея города, которое завершится прямой трансляцией праздничного концерта со стадиона «Заполярник». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...